Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Государственная поддержка сельского хозяйства через льготное финансирование и субсидии способствует росту производства в ключевых регионах. Каковы результаты инвестиций в пищевую промышленность и какие новые меры предпринимает правительство для поддержки фермеров в нашем следующем сюжете. Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках государство активно поддерживает отрасль через льготное финансирование, субсидии и другие меры. Туркестанская, Костанайская и еще пять областей страны стали основными регионами с высоким темпом роста производства ранних овощей и зерновых. По итогам шести месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйства увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,6 трлн тенге. Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,5% и в растеневодстве на 3%. Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности выросли на 5,4%, достигнув 68,7 млрд тенге по сравнению с прошлым годом. Объем кредитования на весенние посевы и уборочные работы впервые достиг 580 млрд тенге. В дополнение к начальным 180 млрд тенге льготного финансирования правительство обеспечило привлечение еще 400 млрд тенге под 5% годовых для кредитования фермеров, что поможет решить проблему нехватки финансирования. В целях решения проблемы дефицита залогов, в том числе из-за пролонгации кредитов прошлого года, введен механизм гарантирования займов через фонд ДАМУ. Механизм позволяет покрыть гарантии до 85% от суммы займа. Также предусмотрено увеличение норм для инвестиционного субсидирования, внедрения технологии водосбережения. Достаточное количество льготного кредитного финансирования позволят фермерам поддерживать технологии для получения высоких урожаев. Амина Максотова, Зарина Шекешева, Нурлан Шамгонов, Телеканал ТДК-42. Бизнесмены в Западно-Казахстанской области призывают принять участие в ревизии предпринимательского кодекса. В областном окемате состоялось совещание с участием предпринимателей, депутатом и жилистопарламента Республики Казахстан, сотрудников прокуратуры и представителей бизнеса. Участники рассмотрели проблемы, препятствующие развитию предпринимательской деятельности. С предпринимателями региона встретились представители прокуратуры, депутат мужилистопарламента Казахстана Абзал Куспан и директор палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области. Целью встречи стало обсуждение проекта «Комфортный бизнес-климат». Этот проект призван решить проблемы местных бизнесменов в части законодательства. Теперь уголовные дела в отношении бизнеса будут на постоянном контроле у прокуратуры. Все эти меры в уголовном процессе уже сказываются на ряде показателей. Например, ежегодно в среднем на 20-25% снижается регистрация дел в отношении предпринимателей. Если в 2020 году регистрация в год составляла 42 дел, то за весь прошлый год зарегистрировано всего 14. Во-вторых, повышается качество надзора и следствия. За последние три года удалось предотвратить необоснованную регистрацию 22 уголовных дел. Снято 10 арестов и ограничений прокурорами на ранней стадии прекращено 6 дел. По последним данным, прокурорами защищены права более 900 предпринимателей. Но при этом сотрудники прокуратуры заявили, что на сегодняшний день в законе все еще имеются смежные статьи, которые необходимо отрегулировать. Кроме того, в Уголовном кодексе насчитали целых 10 так называемых мертвых статей. Все это препятствует развитию бизнеса. За последние пять лет по нашей области мы наблюдаем 10 нерабочих мертвых статей в Уголовном кодексе. Это статьи, начиная с 220 по 230 статьи Уголовного кодекса. По ним не было ни одного уголовного дела. И это, конечно, заслуживает, я думаю, нашего внимания. По этому поводу нами была проинформирована строевременная высшестоящая генеральная прокуратура. Наши доводы, принятые во внимание, находятся в работе в профильном департаменте. Предпринимателей призвали принять активное участие в пересмотре закона о предпринимательской деятельности. Но для этого необходимо понять, с какими проблемами и пробелами бизнесмены сталкиваются больше всего. Говорите о своих проблемах. Какие, может быть, законы или подзаконные акты вам мешают. Какие действия госорганов так или иначе создают препятствия в вашей деятельности. Вот хотелось бы провести такой своего рода диалог. Не официальное такое совещание, а диалог. Предприниматели оказались недовольны деятельностью налоговой сферы. Пожаловались на волокиты в оформлении документов со стороны чиновников. Представители Ассоциации пассажироперевозчиков заявили, что их бизнес также страдает. Перевозчикам не хватает положенных субсидий от государства. На сегодняшний день в Уральске работает шесть компаний-перевозчиков, которые обслуживают 26 маршрутов. Ежегодно они перевозят порядка 55 миллионов пассажиров. Они заявили, что, учитывая обновление автопарков кредит, их общая задолженность перед кредиторами на сегодняшний день составляет свыше 300 миллионов тенге. В 2021 году была введена электронная система билетирования, которая реально отражает каждую нашу транзакцию, каждого пассажира. Только за 2022 год, согласно акту выполненных работ, мы выставили сумму на сумму 3,9 миллиарда тенге. Получили 3,9 миллиарда тенге. То есть зависло 2 миллиарда тенге по 2022 году. Таким же образом зависло за 2023 год 2,5 миллиарда тенге. За первые полугодия 2024 года зависло 1,5 миллиарда тенге. Значит, за второе полугодие еще 1,5 миллиарда, и будет 3 миллиарда, зависит от суммы. Или, откровенно говоря, сегодня получается, нас субсидируют в размере 65%, в среднем 35% мы это получаем. От Кюбинск, от Рау, от Тау, они полноценно на сегодня выплачивают все 100% субсидий. Был приведен еще ряд проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены. Многие из них вытекают из-за пробелов в законе. Все вопросы и предложения бизнесменов должны быть учтены, заявил прокурор области Серик Шалабаев. Марина Горбук, Олег Писаренко, Асубе Кобекенов, ТДК-42. Работы по реконструкции автодороги Подстепная-Федоровка границы Российской Федерации в Западно-Казахстанской области задерживаются. Подрядчики до сих пор не определены на двух наиболее поврежденных участках трассы, расположенных между 36 и 108 километрами. Когда начнутся ремонтные работы, узнавала Альвина Жекенова. Реконструкция трассы Подстепная-Федоровка, более известная как Аксайская трасса, вероятно затянется до 2025 года. Несмотря на начатые работы, подрядчики для двух наиболее поврежденных участков дороги все еще не определены. На сегодняшний день президент Казахстана подписал постановление лишь для участка от 36 до 72 километров. Мы произвели корректировку проектов, потому что они устарели уже. Вот как только будет постановление правительства, КПОБВ будет проводить конкурс, мы передадим им дороги. Ну да, состояние дороги, конечно, очень плохое. Мы со своей стороны постарались хоть как-то там ямочный ремонт, чтобы безопасность проезд обеспечить. Национальная компания «Казавтожол» отвечает за реконструкцию 36 километров дороги. Подстепная-Федоровка – граница Российской Федерации в Западно-Казахстанской области. Подрядчик сообщает, что на двух участках уже ведутся работы по модернизации, а общий срок завершения проекта составляет три года. Сейчас на участках производится полномасштабная строительная модернизация работы. Достаточно количества техники и персонала имеется на участке, имеется достаточное количество инертных материалов. Как вы знаете, материалы мы завозим из другого региона, то есть из Активенской области, бетонной продукции из города Ахтаву. Поэтому все это занимает немало времени, его перевозка. Имелись моменты, когда были затруднения по железнодорожным вагонам. На сегодняшний день все это исправлено и работы ведутся согласно календарному графику. Окончание реконструкции запланировано на 2025 год. На данный момент на границе строится поворотный мост, который должен быть завершен в следующем году. В этом году также планируется сдать дороги Жанебекского и Букиурдинского районов. Ключи от 25 новых домов вручили пострадавшим от паводка в микрорайоне Аралтал города Аксай и селе Кентубек Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Новоселов поздравил глава региона на ремонт урегалиев. Отметим, весной от стихийного бедствия пострадали четыре села Бурлинского района. После весеннего паводка в Бурлинском районе 126 домов были признаны аварийными. Для 66 семей были приобретены квартиры, а для 60 человек построены новые дома, включая объекты в микрорайоне Аралтал. По словам руководителя подрядной организации, в микрорайоне возведено 14 жилых домов, строительство которых выполняли трудовая бригада и местные жители. Все дома одинаковые планировки, площадью 80,4 квадратных метров. Они были построены за два месяца. Гарантийный срок составляет два года. Сейчас мы находимся у дома семьи Ибрашевых. В период весеннего паводка их дом также подвергся наводнению и был признан непригодным. А сейчас, благодаря поддержке государства, они стали заветными обладателями нового трехкомнатного дома. С 2010 года я проживаю в Аралтале. В апреле наш дом оказался затоплен. После осмотра оценщиками дом был признан непригодным для проживания. Я жил там вместе с женой и двумя детьми. Хочу выразить благодарность Акимату и всем неравнодушным людям. Я искренне рад, что получил новое жилье. Также в селе Кентубек сданы в эксплуатацию 11 домов. Подрядная компания построила типовое жилье за три месяца. На эти работы было выделено около 305 миллионов тенге. В Уральском центре обслуживания населения государственные служащие консультируют граждан. Люди могут задать интересующие вопросы чиновникам напрямую. Помогают ли такие акции решить проблемы населения, выясняли наши корреспонденты. Прием граждан в местном ЦОНИ был проведен по инициативе Департамента по противодействию коррупции. Жители Уральска смогли получить бесплатную консультацию. В ЦОНИ граждан консультировали госслужащие. Для этого была создана специальная мобильная группа по разным сферам – от ЖКХ до юридической сферы. Не все люди могут записаться на прием, отпроситься с работы, учитывая, что недостаток времени. А здесь они получают комплексные консультации. У нас здесь представители гиперполиции, киберполиции, потому что сейчас очень много мошенничества, очень много интернет-мошенничества, финансы, пирамиды и так далее. Какие вопросы можно задать? Одними из самых актуальных и волнующих граждан оказались вопросы, связанные с интернет-мошенничеством, размещением детей, семьи которых пострадали от наводнения в образовательных учреждениях. Очень много вопросов от граждан, пострадавших от паводка. Также есть обращения от жителей многоэтажных жилых домов. Здесь в основном вопросы по ремонту жилья. Мы подсказываем, куда обращаться в каждом отдельном случае, какие необходимы документы. Организаторы отмечают, что такие акции помогают людям напрямую обратиться к представителям госорганов, а также сделать работу госслужащей более прозрачной. Поэтому такие мероприятия будут продолжаться и далее. В Западно-Казахстанской области насчитывается 675 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день брошенных детей нет, отмечают специалисты. Однако есть случаи, когда дети попадают в учреждения из-за лишения родителей прав или невыполнения ими своих обязанностей. Наши корреспонденты посетили дом малютки и областную детскую деревню, где побеседовали со специалистами о том, как дети живут под опекой государственных учреждений. Довольно часто мы слышим истории о том, как безответственные родители оставляют детей на произвол судьбы. Об этих случаях можно узнать в учреждениях, которые помогают таким детям. В областной детской деревне семейного типа в настоящее время воспитываются 36 детей. Из них 5 являются сиротами. Остальные дети находятся здесь из-за ограничения родительских прав их родителей. К сожалению, сейчас наблюдается тенденция, когда родители не умеют или не хотят заниматься воспитанием своих детей, отмечают в областной детской деревне семейного типа. Законом установлен срок ограничения родительских прав 6 месяцев. Если за этот срок родители не изменят свое поведение, ставится вопрос о лишении родительских прав. Однако факт в том, что родители не спешат вернуть своих детей по истечению этого срока. Узкие специалисты, это социальные педагоги и психологи, много работают с этими семьями для того, чтобы помочь ребенку вернуться в свою кровную семью. За последнее время вообще по Западно-Казахстанской области идет уменьшение. Если 5 лет тому назад я принимала детскую деревню, количество детей было 72. На сегодня 36 ребенка. Также наша съемочная группа посетила Дом малютки. В организации есть два отделения – круглосуточное и дневное пребывание. В круглосуточном отделении дети живут на постоянной основе по определенным причинам, тогда как в дневном пребывании дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В учреждении работают логобеды, психологи, реабилитологи, воспитатели и санитары. Для детей созданы все необходимые условия – медицинское обслуживание, домашний уход, полноценное питание и обеспечение одежды. В настоящее время в круглосуточном пребывании находится 8 детей, а в дневном – 14. Специалисты отмечают снижение числа детей в учреждении. В данный момент, допустим, у нас брошенных детей всего два, и то они по каким-то обстоятельствам. Да, вот сейчас, в данный момент. А детей, остальных шестер детей из восьми, они, значит, по каким-то обстоятельствам, родители сейчас не могут с ними быть, и они находятся у нас. У нас тут часто проходят какие-то судебные процессы, то есть за этими детьми идет же контроль. Если, допустим, в течение определенного времени родители не показались, не появились, тогда эти дети попадают, опять же, под комиссию, в этой комиссии уже дальнейшая их судьба решается. Они остаются здесь или они отдаются детям. Стоит отмечить, что с 2020 года запущен проект «Школа приемных родителей», целью которого является подготовка к родительству, помощь в усыновлении ребенка, разъяснение условий порядка и всех необходимых процедур, а также предоставление знаний для успешного создания новой семьи. Специалисты отмечают, что в Западно-Казахстанской области много желающих пройти эту программу. Амина Максотова, Нурлан Кунашев, Марлен Искалиев, Аймур Аджагапар, телеканал ТДК-42. 50-летний юбилей профессиональной деятельности отмечает ветеран здравоохранения, врач-рентгенолог Любовь Васильевна Голубинова из Уральска. За эти полвека работы она стала мастером своего дела. Подробнее о настоящей героине труда расскажет наш корреспондент. Любовь Васильевна Голубинова начала свою карьеру в медицине после окончания института 2 августа 1974 года. С первых дней работы в больнице она проявила себя как внимательный и ответственный специалист, быстро заслужив уважения коллег и пациентов. С этого дня работаю именно здесь, в областной больнице. У меня в трудовой одна запись поступила. В рентгенологии что такое? Поставить диагноз правильно. Стараемся, учимся. Я была на специализациях в Москве, в Алма-Ате, в Саратове, в Новокузнецке. Ну, не по разу. Так что старалась специализироваться в лучших клиниках по совершенствованию врачей. Любовь Голубинова не только высококвалифицированный врач, но и талантливый наставник. За десятилетия работы она воспитала множество молодых специалистов, передавая им свой богатый опыт и знания. Ее ученики работают в различных медицинских учреждениях, и многие из них стали признанными экспертами в своей области. За это время я выучила очень большое количество рентген-лаборантов и докторов. Практически все лаборанты, вот я два года только не учу, практически все лаборанты по области – это мои ученики. И все врачи, которые пришли, молодые, для работы сейчас тоже. Ну, не все, конечно, но 50% – мои ученики. Коллеги и руководство больницы выразили Любове Васильевне искренне благодарность за ее многолетний труд и преданность профессии. Любовь Васильевна Голубинова, врач-рентгенолог. В нашей больнице работает уже 50 лет, юбилейные 50 лет. Она очень добросовестный человек, с большой ответственностью относится к своей работе. У нее много учеников по нашей области, по городу, воспитанников. Ее жизнь и карьера – яркий пример преданности профессии и бесконечной любви к людям. Амина Махсотова, Альбина Жекенова, Айбулла Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Все самое главное за последние 7 дней в программе «Итоги недели» – воскресенье на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!